Мы тогда с вами с молитвой продолжаем изучение Торы, сложных тем, которые у нас есть. И сегодня я бы сказал, как говорили раньше, по просьбе трудящихся. По просьбе трудящихся несколько человек ко мне обратились с просьбой рассмотреть время отчета Омера, которая продолжается от первого дня после Песоха и до дня Швота. И мы постараемся с вами какие-то вещи элементарные выяснить, представить себе, прийти к какому-то четкому представлению. Все хорошо знают, что когда стоял храм, сразу после Песоха, как только кончался праздничный день, выходили в поле и срезали сноп. Один сноп помер, который обмолачивали и приносили в жертву от всего народа. Один сноп. И после того, как срезали этот сноп, можно было срезать, жать новый урожай. Как правило, сноп этот был еще зеленым, зеленоватым, урожай только начинал вызревать, поэтому это никого не задерживало. Мы сейчас не будем даваться смысл этой заповеди. Давайте попытаемся представить себе это время. То есть отчет Омера, как мы помним, у нас есть обязанность каждый день вечером произносить, что сегодня такой-то и такой-то день после принесения жертвы Омер. Омер – это сноп, напоминаю, после принесения одного снопа в храм. В чем смысл этой заповеди, странной заповеди, просто отчитывать дни? Ну, можно сказать по-простому, что это и это важно, что это указывает на наше ожидание встречи со Всевышним. На самом деле, здорование Торо, Шивот – это не что иное, как встреча со Всевышним, разговор с ним лицом к лицу. И сыновья Израиля, когда вышли из Египта, то можно спросить, зачем они вышли, куда они шли. Они шли за столпом облачным днем и за огненным столпом шли ночью. Но что они представляли себе, куда их ведут? Маше было сказано, когда он стоял у горы Синаи, у горячего куста, что «Веар Азе Явдун», что «На этой горе будут служить мне». То есть, в Сави Явдун есть одна лишняя буква последняя – «Нум», она по гематрии представляет себе 50. И поэтому есть намек, что на 50-й день сыновья Израиля будут служить Всевышнему. В чем заключается служение Всевышнему? Самое главное служение Всевышнему – это не принесение жертв, а это стоять перед ним и постараться понять его для того, чтобы пробудить в своей душе любовь к нему, а не испугаться, не почувствовать страх и не побежать от Всевышнего. Это самое главное служение Всевышнему. Это самая главная работа перед лицом Всевышнего. Как мы помним сами, человек создан для диалога. И поэтому прямой разговор со Всевышним назван был для Маше работы, служением сыновья Израиля. Они стремились, стремились к тому, чтобы говорить со Всевышним. А мы часто не задаемся этим вопросом. Я помню, на одном из наших занятий недавних прозвучала такая посылка, что есть свобода от чего-то, а есть свобода для чего-то. Так вот, сыновья Израиля, выйдя из Египта, освободившись от чего-то, от рабства, от чужих представлений, они шли к чему-то, и это что-то, это была для них встреча со Всевышним. Этим желанием было преисполнено их сердца. По дороге, как всегда, бывают трудности. То столкнулись с одним, то показалось что-то еще. Но, в принципе, вектор был один к горе Синайя для того, чтобы услышать слово Всевышнего. И когда Маше сказал, что он будет говорить со Всевышним, он будет передавать слова Всевышнего сыновьям Израиля, то сыновья Израиля воспротивились этому и сказали, что они хотят говорить напрямую со Всевышним. Говорит с Богом, который вывел их из земли египетской. И вот мы представляем себе, что вот этот вектор движения, и с большим ожиданием, с большим стремлением, мы как бы повторяем это ожидание, стремление, мы говорим, что вот закончился один день, начался другой день, и нас 50 дней отделяют от дарования Торы, и мы стремимся, и наше сердце направлено к дарованию Торы. Мы не просто сбежали из Египта как рабы, мы движемся ко Всевышнему. Это придает этот характер, этот рисунок этого времени между Песохом и Шибот, и это очень-очень важно, как говорит Майорал, что человек находится там, куда он стремится. Если наше стремление к диалогу со Всевышним, то какой-то свет, отблеск, свет с того конца туннеля, он освещает, он озаряет нас уже сегодня, уже в том месте, где мы стоим. Еще раз Майорал говорит, что человек находится там, куда он стремится. Но здесь же после Исхода возникает определенная проблема, скажем, на этом пути, на этом стремлении возникает проблема, это непрямой какой-то вектор, непрямая стрела, направленная к направленной горе Синай. Это и решение, скажем, проблемы. Какова проблема? Что понятно, что для того, чтобы говорить со Всевышним, нужно быть человеком. Можно сказать в высоком смысле слова, а можно сказать, что просто человеком, потому что, как мы знаем, человек, это звучит гордо, но в самом-то смысле слова человек. И Тору может воспринять только тот, кто, скажем, очистил свои качества души, иначе он воспринял все в искривленном плане, в искаженном, неверном плане. У человека должны быть определенные качества души, для того, чтобы он мог говорить со Всевышним. Дальше мы можем говорить, что у каждого там свое восприятие Торы, и 73 из восприятия Торы. Это все хорошо, но, к сожалению, у Торы есть не только лица, у него есть и задняя сторона, как бы затылок, то, что не нужно было бы воспринимать, неправильное восприятие. И поэтому для правильного восприятия человек должен обладать, должен обладать определенной душевной, духовной чистотой. Как ее обрести, эту чистоту? Здесь возникает такая парадоксальная ситуация, что, с одной стороны, духовно можно возвыситься только при помощи Торы, при помощи ее света. С другой стороны, Тору можно воспринять только, когда душа чистая. Как выйти из этого замкнутого круга, необходимая чистая душа, чтобы воспринимать Тору? А душу можно очистить только Торой. И здесь Всевышний делает чудо, похожее на чудо исхода из Египта, только более скрытое. Когда мы выходим из Египта, исход из Египта, как мы представляемся с вами, это действительно свобода от чего-то. А сам момент исхода – это свобода от чего-то, как вы сказали, потому что символы исхода – это пасхальная жертва, освобождение от чужих идей, связанных с судовым поклонством, от других народов. Это символ исхода один, а другой символ исхода – это матца. Матца, не вдаваясь в подробности, может быть, мы с вами говорили, мне кажется, это освобождение от дурного начала, то есть свобода от чего-то. Отбросить влияние народов и отбросить давление на тебя материи, низменных инстинктов, чтобы они не властвовали над тобой – свобода. Дальше можно двигаться куда-то, и вопрос – куда? Ну, мы представляем, что цель уже намечена. Куда? К разговору со Всевышним к лицом к лицу. И начинается строительство, создание человека Всевышний после исхода из Египта и до движения до горы Синай помогал очиститься душе сновей Израиля от тех 49 ступеней нечистоты, подняться с тех 49 ступеней нечистоты, которые были в Египте. И это, в общем-то, чудо, потому что Всевышний обычно не вмешивается в душевные, духовные дела человека. Он не вкладывает ему какие-то мысли. Он может человеку, который стремится к знаниям, помочь достичь этих знаний, но у человека всегда есть свобода выбора. Это как бы по определению. Человек – это тот, у кого есть свобода выбора. Если его лишить хотя бы на мгновение выбора, он не будет человеком. Он может быть ангелом, он может быть роботом, он может быть, не дай бог, животным, но он не будет человеком. Сколько хочу заметить, что, скажем, у Рамхаля в том же Дериха Шем есть очень проблематичная посылка. Он говорит о том, что свобода выбора существует всегда, кроме каких-то моментов, когда есть то, что называется гзира, постановление с небес, и тут как бы свобода выбора не действует. Эта посылка Рамхаля, она представляется весьма и весьма проблематичной. Я вам скажу, почему. Потому что человек, у которого есть немножко философское мышление, логическое мышление, то он очень хорошо себе представляет сразу, что если человека когда-нибудь, хотя бы в один момент, лишить свободы выбора, то у него свободы выбора вообще нет. По крайней мере, с этого момента и дальше, а может быть, можно видеть и до этого момента, у него нет свободы выбора. Нет свободы выбора. Если только есть такая точка, когда человек делает что-то вынужденно, тем более против него, все, у него нет свободы выбора вообще. И эта посылка, она против Гемары, в которой говорится, в строктате Шаббат, в которой мы сейчас учим весь народ, говорится, что любое постановление небес, которое может быть наказанием, которое может быть наградой, оно за какие-то поступки человека, то есть оно связано с поступками человека, является продолжением его свободы выбора. Это постановление, оно может отмениться, будь оно хорошее или плохое, если человек окажется его недостоин. То есть нет понятия такого взвера, которое действует совершенно абсолютно и ни от чего не зависит, просто с небеса надается, и все, как колпаком тебя накрывают, и все. Вот это неприемлемо по определению. Человек – это тот, у кого есть свобода выбора. Если на какое-то мгновение человека сделать животным, то есть лишить его свободного выбора, то он уже и есть по своей сути, он и есть животное. И до этого был, и после этого он по своей сути был животным. Поэтому это, скажем, такое представление, представление, оно неприменимо. И здесь, как бы, то, что человек, как обычно, Всевышний, как обычно, не вмешивается во внутренний мир, во внутренний мир человека. А здесь он дает помощь. Тоже это не решение свободы выбора. Но если у тебя есть желание исправиться, достичь высоких качеств души, тебе есть помощь небес, и особенно в эти дни. Говорят всегда, да, что тот, кто пришел очиститься, да, и тот, кто, простите, пришел очиститься, то есть добиться ритуальной чистоты, скажем, да, восприятия света, высокого ему помогает. А тот, кто пришел загрязниться, тот, кто не хочет света, тот, кто хочет, скажем, неверных представлений, хочет уйти от верных представлений, перед ним открывают дверь. Его не подталкивают, но перед ним открывают дверь. Таким образом, вот, существуется свобода выбора. И в эти дни тоже есть она, эта свобода выбора, и она строится на желании человека. Если у человека есть желание исправить внутренние качества души, есть помощь с небес, как бы, в эти дни. Все дни, годы особые, и каждый, каждый день особый, и в него раскрываются какие-то силы, скажем, даются человеку какие-то силы. Вот эти дни, между Песохом и Живот, это силы очищения. И поскольку человеку очень трудно очистить свои внутренние качества, внутренние качества души, очень трудно над ними работать, как бы, да, вот, то, над ними, кстати, почти практически невозможно работать напрямую, да, чтобы сидеть и думать о том, что я добрый, да, или учить, что такое добро, это можно, как бы, через изучение Торы, вот, стремиться прийти к этим понятиям, осмыслить их, да, вот, и, так сказать, положить их на сердце, чтобы они были для тебя важны, а напрямую сидеть и работать и говорить, что я буду добрым, я буду хорошим, это не очень-то работает, да, то есть с внутренними качествами человеческими работать очень трудно, особенно напрямую, почти невозможно, и здесь Всевышний помогает, если есть желание очиститься для того, чтобы воспринять слово Всевышнего, подойти к живот, очистившись внутренне, душевно, духовно, то есть помощь, есть помощь Всевышнего. Теперь мы представляем, представим себе, откуда берется это понятие, откуда берется это понятие 49, откуда берется понятие 49. Мы знаем, что есть 7 качеств души, мы сейчас попробуем с ними соотнестись, да, и эти качества души, они работают вместе, то есть будучи доведенной до абсолюта, ни одно из этих качеств души не будет положительным. Качество души всегда должно работать в этом мире, в ограниченном, где нету абсолюта, где, скажем, тоже можно сейчас не углубляясь в это понятие, а просто представить себе, что любой абсолют в этом мире, если бы пытаться втолкнуть, втиснуть, применить любую абсолютную идею в этом мире, она станет разрушительной. Так же, как абсолютное добро, скажем, оно станет разрушительным для этого мира. Но это, опять же, вкратце, в скобках, вот мы представим себе, что любое качество души, оно должно сочетаться с другим. И эти сочетания могут быть самыми разными и так далее. Основная, как бы, структура этих сочетаний строится, когда каждая из этих качеств сочетается с... Каждая из семи качеств сочетается с другим. Когда мы берем с вами, скажем, применяем математику и берем, пытаемся найти число перестановок из семи по два, то у нас, как мы легко можем с вами представить, получается 49. И это те 49 ступеней, то есть семь качеств, которые должны быть всегда в сочетании по крайней мере с одним из других качеств, это нам дает число дает число 40, дает число 49. Можно представить себе, что занавья из Израиля утратили эти 49 качеств, и их нужно было восстановить за период движения к горе Синай. Давайте мы с вами попробуем представить себе эти качества элементарно, без всякой, без, скажем, да, излишней мистики. Мы пытаемся представить, о каких качествах души говорит Тора. Я для этого включаю. для этого должен попросить Натана, чтобы он мне открыл демонстрацию экрана, если это возможно. Да, сейчас, полсекунды. Да, да, спокойно, совершенно все. есть. Да. Так, сейчас я быстро, мгновенно пытаюсь найти то, что нам нужно с вами. Да. Ну, вот, не знаю, давайте возьмем такой рисунок. Да. Здесь перечислены здесь перечислены качества души, которые относят к Кабале и так далее. Не хотела удаваться в Кабалу, а просто по-простому представить эти качества. Да. Мы начинаем с вами. Есть качество понимания. можно сказать, что их можно сказать, что их три. Это фетер, корона, хохма, мудрость и бина понимания. Это качества, которые относятся к области мыслительной деятельности человека. Мы их оставляем в стороне и переходим к тем качествам, которые которые относятся к эмоциональному миру человека, его эмоциональным реакциям, чувствительному миру, можно сказать, чувственному миру человека. Мнения воздействуют к миру понимания. Мудрость, понимание и так далее. Мы это оставили в стороне. и первое качество, которое здесь нам встречается, как вы знаете, это хэсет. Это переводят его часто как милость. Можно по мне перевести хэсет не только как милость, но и как любовь. Оно первое, которое относится к тем качествам, которые действуют непосредственно в сотворенном мире. И с него, с этого качества все начинается. И оно само по себе является и целью. И если в мире действия цель проявляется последней, то в мире мысли цель стоит на первом месте. Любовь, милость, она является целью, милостью сотворен мир, а можно сказать, для милости сотворен мир, и оно является для любви, оно, это качество является первым. Казалось бы, его достаточно само по себе, но следующее качество это гура, мощь. Здесь таблица, которую я взял, мы переведем как строгость, суд, это правильно, мы можем представить себе, можно еще для того, чтобы понять это качество, воспользоваться словом непреклонность, непреклонность, неизменность. и вот милость, она может, милость, она как бы должна обязательно сочетаться с непреклонностью, строгостью. Почему? Потому что задача не выплеснуть, не только выплеснуть, скажем, любовь, милость, какой-то поток благословений на человека, а сделать так, чтобы человек мог воспринять этот поток, чтобы он, как бы, этот поток милости не стал для него разрушительным. Человек должен воспринять этот поток, и поэтому есть качество строгости, совершенно необходимое, как мы понимаем, для воспитания, непреклонности, неизменности. это качество помогает не только облагодействовать человеку, выплеснуть на него благо бесконечное, но и сформировать его для того, чтобы он мог воспринять это благо и не на грубом примитивном уровне, а постоянно возвышаться и воспринимать все более и более высокое благо. Следующее качество души тиферит – красота. Очень неожиданно. Что значит красота в качестве души? Имеется в виду, что это способность воспринимать красоту. И может быть, как мы с вами говорили неоднократно, что есть разные определения красоты, если мы часто затронем греческую философию, то есть оно и у Платона определение красоты, то, что нас интересует, что здесь в качестве души красота – это умение воспринимать красоту. А умение воспринимать красоту – это умение воспринимать божественное прискусствие. В самом деле, что является по-настоящему красивым, когда возникает ощущение красоты, когда человек ощущает, что за простым объектом, материальным объектом скрывается нечто. Нечто огромное и высокое. Если это, конечно, такой момент очень непростой и может быть опасным, это ощущение того, что за материальным миром, за видимым скрывается невидимым, оно, не дай бог, может привести человека к дому поклонству, но здесь, безусловно, речь не об этом, а речь о том, что за каждым творением скрывается источник, источник существования всего, один источник существования всего. На еврейте красота выражается словом выражается словом яфе, и его можно воспринять, разложить на два слова еш, пэ, первая буква ют, и последующая пэ, еш, пэ, есть уста, то есть красота, ощущение красоты появляется тогда, когда человек воспринимает весь мир как речь Всевышнего, мир начинает говорить, то есть он ему что-то рассказывает, рассказывает ему о том, что скрывается за его видимой частью. И мы понимаем, что это очень важное качество души, которое фактически выводит человека ощущение красоты, выводит его на ощущение божественного присутствия, человек идет вместе с Богом, вместе с Всевышним, постоянно его чувствует, ощущаем, без этого предыдущие два качества в душе человека не могут работать. Милость и строгость, и непреклонность они могут работать только в том сочетании, только в сочетании с чувством красоты, ощущением божественного присутствия, постоянного, или, как бы некоторые бы сказали, с ощущением трепета перед Всевышним, трепета, который возникает, когда человек чувствует божественное присутствие. Следующее качество митца, оно само в себе также очень интересно, мы его переводим как вечность, в скобках почему я скажу, почему я на этом устанавливаюсь, потому что опять же часто говорят об этих терминах, да, и совершенно не раскрывают. А если начинают раскрывать их, раскрывают с какой-то мистической, каверистической точки зрения, да, а на самом деле здесь как бы скажем такая простая психология Туры, то, что нужно человеку, чтобы передвигаться по жизни правильно, да, мы не можем пощупать свою душу, но мы как бы дотронуться на нее, мы вполне и вполне можем представить ее качество, может быть, мы сами и не можем, но наша традиция оттянущаяся от Горы Синаи раскрывает нам эти качества и нужно понять их по простому, в простом смысле довести до простоты понимания. Надеюсь, что нам понятие Тиферит, красота будет приоткрыть. Теперь следующее качество, следующее качество это Нецер, мы его переводим как Вечность, оно перевод как Вечность и это правильно, что имеется в виду здесь, качество души как Вечность, что значит? Это не то, чтобы, опять же, мы понимаем, что идет речь не о самой душе, а способностях ее восприятия. Важнейшее качество души, Нецер, важнейшее качество души это определить вечное неприходящее главное главную цель, которой надо стремиться и не отступать от нее, не разбрасываться на мелочи, грубо говоря, как бы образно и это качество души, то есть видеть, куда ты стремишься, к чему-то настоящему. Иногда человек выбирает перед собой ставить перед собой какую-то цель, стремиться к ней, а потом он понимает, что ему это не нужно было. Это все пустое, наносное, поверхностное. Зачем говорит он себе, я потратил год и время для того, чтобы это достичь, это не нужно. Нецер это свойство, которое помогает избежать подобных ошибок, вычленить главное и стремиться к нему. Мы понимаем, что главное это вот такое стремление как бы горе Синай к открытому разговору со Всевышним и опять же, если даже мы не можем этого достичь при своей жизни, разговора лицом к лесу со Всевышним, со Всевышним, важно то, что у нас есть такая цель, важно то, что мы направлены туда. Если у нас есть такая цель, то ее свет, свет прямого разговора со Всевышним, он как-то озаряет, освещает всю нашу жизнь и опять же помогает нам не сбиться с пути. Это нецов, вечность. Дальше вот здесь написано ха русское, на иврите написано эй, можем представить себе. Вот это также очень интересное свойство. Здесь написано слава, можно перевести по-разному, можно перевести красота, но здесь уже не та красота, о которой мы говорили, когда говорили о Тифере, а это красота более внешняя. свойство тоже очень важное, внешняя красота, что имеется в виду не о какой-то там красоте человека, привлекательности и так далее, а о способности выразить те глубинные качества души, ту красоту, которая есть глубоко в душе у человека, все хорошее, скажем, то, что есть у человека, умение выразить это, может быть, рассказать об этом, может быть, передать своим поведением, может быть, передать в разговоре, в разговоре, нарисовав картину, что угодно, но выразить то высокое и глубокое, то, что есть в душе, то есть, если ты нашел вот эту главную цель и если ты к ней устремляешься, попробуй передать ее, выразить ее в мире, рассказать о ней другим, озарить мир ее не светом, озарить мир светом своей души, это вот. Здесь можно вспомнить, что, скажем, в скобках даже заметить, может быть, нам это поможет понять это качество, что на иврите, и как нам объясняет морал, слово по ним лицо имеет двойственное число, по ним, пан и пан, одна сторона и другая сторона, что это означает, одна сторона и другая сторона, почему посованы так слова и почему слово оказалось во множественном числе, морал объясняет нам, что лицо человека, оно как бы отличается от всего тела тем, что оно выражает то, что у него есть внутри. Пан и пан, сторона и сторона, они адекватны внутренне, адекватно внешне, по крайней мере, так должно было выбытили, для этого, скажем, лицо предназначено для того, чтобы выражать состояние души, свет души, да, вот это чем-то похоже на свойство род, умение выразить в материальном мире, выразить то глубокое внутреннее духовное, то, что есть в душе, да, следующее качество это, следующее качество это исод, основа, да, основа заключается в том, чтобы уметь соединить все предыдущие качества, найти для них пропорцию, найти, раскрывать каждое из этих качеств в нужный момент, да, в этом, собственно, заключается, собственно, заключается праведность, говорят, садик и соду лам, праведник, основа мира, на праведнике стоит мир, это хорошо, это можно понять в общем плане, но вот в том плане, в котором нас интересует, десот, основа, да, это подобрать, подобрать нужные, подобрать нужные пропорции или найти время для проявления того или иного качества иногда нужно проявить милость и этот момент должен быть найден, угадан, так сказать, иногда нужно применить строгость, да, вот, иногда нужно устремиться к главной цели, иногда нужно подождать, не забывая об этой главной цели, да, вот, как бы, таким образом человек строит какой-то фундамент, он строит фундамент, применяя правильно свои качества, он строит фундамент всей своей жизни, то, что называется ИСО, основание, да, и последнее качество, это молхут, это царское достоинство, да, умение управлять, умение управлять всем и собой, и внешним миром, в хорошем смысле слова, не навязывая себя, а распространяя добро в мире, как бы приподняться над материальными свойствами, так как сказано в Торе, что задача Адама, как вы помните, пруку выкипшула, владитесь и размножайтесь, овладейте ею, землею, имеется в виду материальным миром, то есть владейте им для того, чтобы принесить его благо, когда вы стоите несколько выше материи, вы царствуете, вы властвуете над ней, а не она властвует над вами. Вот это вот семь качеств, которые они должны, они сочетаются каждой кого с ней по два, как мы сказали, для сочетания сорок девять. Мы приходим к числу сорок девять и приходим к пятидесятому дню. Заметьте, что мы на протяжении этих сорока девяти дней, если так можно сказать, на протяжении скажем, на протяжении этих сорока девяти качеств мы занимались человеком. Мы занимались тем, что у него внутри, занимались его способностями, с его способностями восприятия, его реакциями, его чувствами, мы занимались человеком. Сорок девять дней. И вот пятьдесятый день, который мы уже как бы не считаем, опять же, пользуясь математическими терминами, как предел, к которому стремится последовательность, это у нас пятьдесятый день. И пятьдесят, как мы с вами помним, по гематрии, это ми, кто. То есть, если мы до сих пор занимались человеком, то к пятьдесятому дню мы приходим с тем, чтобы спросить, кто нас вывел из Египта, кто он такой. Это наше страстное желание, на которое мы получаем сразу же ответ «Анухи, Ашема, Лукеха, я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Книга Зовра отвечает, что в этом ответе, как бы, обращенном к нам, самое главное это слово «Анухи», «Я». И когда человек его как бы слышит от Всевышнего, да, или, ну, допустим, как-то вспоминает то, что прозвучало с горы Синай, то он сразу все понимает, кто такой «Я». Ему ничего не нужно объяснять. И так это наш путь, наше стремление от дня, когда мы получили свободу от чего-то, от народов мира и от дурного желания, к тому дню, когда мы получаем свободу для чего-то, для разговора со Всевышним, для того, чтобы понять его, для того, чтобы от всего сердца задать вопрос, кто он, и получить ответ. «Анухи». Вот Зол утверждает, что в слово «Анухи» вкладывается как бы вся Тора, как телескопическая антенна. С одной стороны, в десять заповедей вкладывается вся Тора, в десять заповедей вкладываются в две первые заповеди, две первые заповеди вкладываются в слово «Анухи», «Я», вся Тора превращается в рассказ о Всевышнем, и наши качества души помогают понять нам этот рассказ. После такого марафона я хочу остановиться и послушать ваши вопросы. Пожалуйста, я остановил демонстрацию, если кого-то вопросы, то я готов постараться ответить. Не набралось вопросов. Если все понятно, мы можем с вами двинуться дальше. Я тогда, если нет вопросов, то у меня есть просьба ту, скажем, схему, систему, которую мы с вами рассмотрели, постараться ее как-то обдумать, пропустить через себя, потому что понятия эти очень общие и требуют от каждого своего такого индивидуального восприятия, своего подхода, своего такого напряжения какого-то духовного для того, чтобы сделать их своими. очень интересно пишет Равария Каплам в своей книге в комментарии к Сефири Цира, книге творения, он пишет о том, что то, что мы называем сферот, сферы или качество души, это понятия медитативные, потрясающее определение, то есть то, что просто изучая, изучая эти понятия, расписывая их, читая о них, ты не можешь углубиться в них, только медитативным способом, как бы соотнесением с этими понятиями всей душой, ты начинаешь тогда понимать их или, по крайней мере, выходить за рамки обычного ограниченного восприятия. Окей. Если все понятно, то мы тогда перейдем с вами к следующей нашей теме. Вы разрешаете? Хорошо. Ну, по крайней мере, покивайте, чтобы я видел. Окей. Хорошо. Да. То молчание. Хорошо. Значит, следующая наша тема, она такова, она очень логична связана с тем, о чем мы с вами говорили. Наша традиция, не как бы заявляя громогласно, что это время предназначено для работы для качества души, но тем не менее оно посвящено, это время посвящено вот таким моментам, которые позволяют раскрыть свою душу. что я имею ввиду. Так что в это время принято читать Апертия Абот, Получение Отцов, текст, который составлен Гаврина Мишны, где-то завершен, скажем, в 220-м году этой эры, и текст, он не представляет из себя некоторые галактические посылки, это общие соображения, которые призывают человека подумать над жизнью, над тем, как вести себя в жизни, над тем, что главное в жизни, над тем, как соотноситься с другими людьми, то есть все то, что мы могли отнести к качествам души, или, несколько перефразируя, к оттачиванию такого восприятия человека окружающего мира, реакции на окружающий мир. И как бы поступила такая просьба, опять же, скажем, от трудящихся, посмотреть, посмотреть, отнести сперки работ. И здесь нас на этом пути, если мы действительно это с вами пытаемся сделать, они думают, что мы все это произведение великолепное сможем просмотреть, но даже просто познакомиться с ним, нас здесь ожидает целый ряд неожиданностей. Вот и скажем, и проблема здесь мы сталкиваемся опять же с той же проблемой, о которой я пытался говорить, может быть, даже упоминаю ее на каждом занятии, это наше восприятие текста. Тексты возвращаясь землю Израиля, вольно или невольно, мы обязаны увидеть свои тексты несколько иначе, в нескольном плане, в нескольном ракурсе. И это как бы и неизбежно. Тора, которая была в искнании, она не может остаться той же самой Tora, которая раскрывается в период освобождения. И здесь можно опять же рассуждать о освобождении долго и говорить о том, что такое освобождение, но по-простому освобождение это возвращение на родину и постепенное восстановление государства еврейской власти. Это как бы преусловно это освобождение, можно увидеть из Гемары и из Татата Проход, что мудрецы так видели эпоху освобождения, возвращения на родину. Прежде всего и само по себе возвращение на родину, оно раскрывает для нас новые грани, высвечивать новые грани не позволяет, если мы конечно только это понимаем, не позволяет нам учить Тору так, как мы ее учили. Вот мы с вами пытаемся взять в таком же свете, в таком же плане, попытаемся представить свет. Вот мы я не сделал шер, секундочку, я просто открыл текст, одну секунду, нажимаем демонстрации экрана, совместное использование, да, и вот перкей обут, да, вот, опять же, моя цель, да, признать вас посмотреть на эти тексты несколько, несколько иначе, чем, как я представляю себе, вы привыкли к этому, да, и вот первая Мишна нам говорит, Маше получил Тору Синае, да, и передал ее Ашура, да, есть целый ряд вопросов сразу, да, что значит получил Тору Синае, нам было бы сказать, получил Тору от Всевышнего, не получается, не работает, почему, потому что мы бы решили, что только Маше получил Тору от Всевышнего, а весь народ не получил Тору от Всевышнего, но безусловно весь народ получил Тору от Всевышнего, слышал по крайней мере из Уз Всевышнего первые две заповеди, и вообще как можно сказать, что народ не получил Тору от Всевышнего, народ получил Тору от Всевышнего, Маше был учителем, Маше ее передавал, но весь народ говорил напрямую со Всевышним, поэтому Маше получил Тору от Всевышнего не проходит, И понятно, что тогда, может быть, можно было просто об этом не говорить, можно было бы, Машей передал Тору Яшуа, не упоминая, что она сильная. Опять загвоздка, что он разве передал Тору только Яшуа, Машей передал Тору всему народу, и Синайя здесь что-то лишнее, и передал ее Яшуа тоже что-то лишнее, не Синайя Машей получил Тору и не передал ее только Яшуа. Что здесь этот текст, что-то нам говорит, он на что-то нам намекает, требует от нас, чтобы мы нашли выход из положения. Прежде всего, что значит передал Яшуа, смотрим дальше. Яшуа старейшинам, старейшина пророкам, а пророки ее передали мужам великого собрания, людям великого собрания. Что мы с вами замечаем? Речь идет о какой-то особой Торе. Торе руководителей народа. Речь идет не обо всей Торе, а о Торе руководителей. Машей что-то передал Яшуа, что он не передал другим. Что он мог ему передать? Мог его научить или посоветовать ему, как соотноситься со всем народом, как его привезти в землю и как суверевать всю землю Израиля. То, что он не сказал другим, он сказал Яшуа. А что это? Мы с вами пытаемся понять. Мы с вами пытаемся, да, можно и нужно читать не только по строкам, нужно читать и между строк. То не только то, что записано, а то, что и не записано. Я бы сказал, что все тексты отличаются этим, а перке вот в особенности. Здесь самое главное – то, что не записано. Это и есть устная Тора. То, что не записано. Это и есть устная Тора. То есть Тора между строк письменной Торы есть устная Тора. И Машей получил Тору. Тору Синаи можно к решению этой проблемы подойти по-разному. Мы уже понимаем, что речь идет не обо всей Торе, а о чем-то особенном. о Торе необходимой руководителю народа. И здесь можно представить себе так, да, что когда на человека, когда на человека, как бы, вываливалось, если можно так сказать, да, ему была дана вся Тора, он получил еще что-то. Что он получил? Он получил то, что он подумал в этот момент. Каждый человек, когда на него изливаются какие-то знания, новая информация, да, у него есть какая-то реакция, он о чем-то думает. Это то, о чем Машей подумал на горе Синай. То, о чем подумал на горе Синай. И пользуясь комментариями Торы, например, я сейчас не хочу приводить как бы все комментарии, но если мы представим себе глава Биар, да, Биар Синай, то Биар Синай, что там в этой главе говорится о законах земли, да, она начинается с законах земли, и говорится, что почему подчеркивается, что с горы Синай, с горы Синай, и то, что касается земли Израиля, было получено, чтобы ты не сомневался, да. То есть, когда говорится, что Машей получил то, что с горы Синай, соотносяясь с комментариями Торы, мы можем представить себе, да, что нечто, что он должен был понять, и понял для себя, и сделал выводы, да, на горе Синай, да, это то, что он получил с горы Синай, это он передал Яшу, и что это? Это как завоевать землю Израиля, как пробудить у сыновей Израиля любовь к земле Израиля. Это была главная проблема Маше, да, и каждый руководитель, когда он дает напутствие, когда он дает напутствие своему ученику, преемнику, что он ему говорит? Ты должен сделать это и это, то, что мне не удалось, то, что мне не удалось, завершить, да, я не смог сыновьям Израиля примить любовь к земле Израиля, я не смог их везти в землю Израиля, как ты сам видел. Ты это должен сделать, да, это то, что передал Маше Яшуа, да, заповедовал ему привиться на ям Израиля и любовь к земле Израиля. Как это делал Яшуа, да, мы с вами можем это убедить, проследить в книге Яшуа, да, вот, но теперь мы, то, что нам важно, то мы получаем, что значит, получил Тору с Синая, да, получил Тору с Синая, понял, понял нечто для себя, когда стоял на горе Синай, и это он передал Яшуа. Яшуа передал старейшинам, да, старейшинам, пророкам, а пророки ее передали мужам Великого Собрания. И здесь мы, опять же, с вами, мы с вами читаем между строк. Если мы знаем с вами пророков, если мы знаем историю, то нужно было бы сказать, Яшуа передал старейшинам, правильно, его ученики были старейшинам, а потом нужно было бы сказать, передал судьям. Старейшины передали судьям, старейшины не передали судьям. Здесь есть проблема, как вот, которую мы с вами видели, когда изучали эпоху судей. Есть разрыв в цепочке, есть очень трудный период, да, фактически такое отступление назад, падение, уход от представления о Всевышнем, сбежение своего поклонства, да, пророки возвращают народ Израиля на путь служения Всевышнему. То есть здесь эпоха судей, здесь пропала старейшины, как в курсе старейшины, судьи вырезали, старейшины передали пророкам, да, казалось бы, что передавать пророкам? Что передавать пророкам? Пророки и так все с нами знают, они все получают от Всевышнего. Старейшины передали, да, то, что получил Маше на горе Синаи, то, что он передал Яшуа, они им передали, да, передали самое главное направление, самый главный момент, которого нужно достичь, любовь к земле Израиля. На это должно быть направлено все пророчество во земле Израиля, предполагает и построение справедливого общества, и построение храма, и служение Всевышнему, да, это то, что старейшины, это то, что от старейшин перешло пророкам. А пророки передали ее мужам великого, мужам великого собрания, да, и мы представляем себе, что речь идет о периоде возвращения из Вавилона, да, которое началось в 3070 году до этой эры, и 42 тысячи вернули с первым караваном, очень быстро было создано собрание из 120 человек, в которые входили члены Сангидрия на 70 человек, и еще другие люди, да, трудно сказать, может, тот из членов Сангидрия не входил в это собрание, может, все они входили, это не суть важно, был создан орган, который должен был вывести народ из переходного периода, возвращение из Бавилонского плена, поскольку народу не было дано право поставить царя, персы не разрешили, не обещали, они не дали поставить царя, вот, и даже наместника с полными, с полномочиями, с войском своим, они не дали, и мужья великого собрания, они взяли на себя такую роль управления народом, и дальше пойдет речь о глобальных вещах, важных для всего народа, для того, чтобы закрепиться на земле Израиля, каждый и каждый период времени высвечивает ту или иную проблему, которая является главной, на которую должен был бы обращать внимание руководитель и руководителем народа, какое отношение это имеет к, какое отношение это имеет к простому человеку, который не стоит во главе народа. Ну, здесь можно вспомнить, да, вот, здесь можно вспомнить анекдот, да, вот, когда, который рассказывает про Маши Даяна, вот, который в разговоре с, который в разговоре с одним из американских военных, она сказала, что в американской армии гораздо проще, там есть один главнокомандующий, да, а у меня сколько солдат, главнокомандующих, вот, это действительно относится к евреям, но в каком смысле это хорошо, да, каждый человек должен мысли глобальными проблемами, проблемами всего народа, по крайней мере, знать то, что они существуют, и здесь частное совершенно неотделимо от общего, да, пословица моя хата с краю совершенно не работает, то есть, может быть, она работает, но тогда человек не может достичь ничего в духовном плане, да, то есть, здесь как бы пересекаются два плана, как я вот говорит о проблемах народа, да, в тот или иной момент, в тот или иной период, как его видели люди, духовные руководители народа, да, и это знание, в общем-то, оно обязательно для каждого еврея, является руководителем народа, или не является руководителем народа, он часть народа, и он должен понимать, что глобальные проблемы, хотя бы в какой-то степени, это его проблемы, и в какой-то степени он призван их решать, да, и вот в период возвращения Завиланского плена мужей Великого Собрания мужей Великого Собрания они говорят три вещи, которые важны, наиболее важны для их времени, нам они дают понимание какое-то, потому что их время, оно может быть похоже на наше время, даже очень похоже, потому что это период возвращения с Бавилома, он похож на период собирания рассеянных в наше время, да, и из того, что они говорят, он может соотнеститься с нашим временем, если, конечно, мы просто, не дай бог, как попугай, не повторяем написанное, да, они мужи Великого Собрания, они вычлили три проблемы и сформулировали их таким образом, будьте сдержаны в суде, воспитывайте, поднимайте, если мы правильно берем больше учеников, да, и создайте ограду для закона, будьте сдержаны в суде, да, когда вернулись из Завилонского плена, да, можно так образом сказать, посмотрели вокруг, обнаружили, что население, которое пришло, вернулость части из них это и часть из них это и 10 колен, которые были в изгнании на протяжении 210 лет, да, не 352 лет, как это было к 370 году до этой эры, да, храм был разрушен в 422 году до этой эры, в 370 году, через 52 года началось, после разрушения храма, началось возвращение, 10 колен возвращается, после 210 лет пления в Ашуре, смотрят вокруг, да, и видят, что вокруг люди безграмотные, со своими представлениями, которые условили в изгнании, нет у них четких представлений ни о Всевышнем, ни о Торе, ни о ее законе, да, и если, да, будьте сдержаны в суде, да, и когда вы судите таких людей, даже если речь не идет о суде, когда там поймали преступника и судят его за что-то, за его поклонство, скажем, судят его, да, будьте сдержаны, подумайте секунду, в каком смысле сдержаны, подумайте в секунду, кто перед вами стоит, это не те люди, которые были раньше, да, у них совершенно другой духовный уровень, поэтому вы будете сдержаны в суде, да, то есть не судите поколение так, как, и не относитесь к нему, не только в суде, но вообще не относитесь к нему, так, как к нему относились раньше, да, мы можем привести, пример из нашего времени, весьма поучительный, который может нам стать иллюстрацией вот этой посылки, да, это не только, это не только призыв смотреть на человека, исходя из, скажем, ситуации, из того, что он мог выучить, и что он не выучил, и в нашем случае, что мы представляем себе собой общество, которое пережило 70 лет советской власти, когда не было никаких знаний, в этом плане призыв, не то, что к частному человеку, скажем, к каждому отдельному случаю, нужно смотреть глобально на ситуацию, это наша обязанность смотреть вот таким образом, быть сдержанными в суде, пример может быть таким, может быть мы здесь упоминали, говорили об этом, что Рамбам, Майманит в начале яда казака своего труда или Мишнетуда, он постанавливает, что человек, который ушел в долбахломство, а потом хочет вернуться в общину, его в общину не принимает, он может раскаиваться, он может жить еврейской жизнью, он может молиться Всевышнему, но в общину его обратно не понимают, это постановление Рамбама, он выводит это из строк Шира-Ширим, песни Коль Баэло Ишибуга, всякий, кто приходит к ней, имеется в виду это упоминство, к нему обратно не вернется, или не должен возвращаться, это очень суровное постановление Рамбама, которое может быть можно принять и для времени Гемары, и для его времени, где-то в сейчас затрудняюсь сказать точно по времени, скажем, примерно где-нибудь в 25-м году 20-го века один из крупнейших авторитетов Хазон Иш, он принял такое восстановление, что человек, который был замешан, был поклонством, ушел, не дай бог, не про нас будет сказано, ушел в христианство, потом он хочет вернуться в верескую общину, он говорит, что его принимают вопреки восстановлению Рамбама. Почему? Хазон Иш восстановал свое мнение, потому что он сказал, что в наше время все перепутаны, люди не могут толком отличить основу иудаизма от основы христианства. То, что у них делается в голове, это совсем не те представления, которые были у них во времена или должны были, по крайней могли быть во времена Рамбама, Маймани. То есть мы видим оценку человека, исходя из поколения, исходя из ситуации, отношения к нему. И это как бы как требование такого морального плана каждому и каждому еврею, что не обращаться на каждого для нас, я бы сказал, что вплоть до того, что не обращаться на каждого откидиста, не обвинять его, а понимать, что человек прошел советскую школу, атеистическое воспитание и так далее, и что ему очень трудно вернуться к истинным представлениям о еврестве, о торе, и нужно проявлять по отношению к нему сдержанность, терпение, терпеливость. Это то, чему учит нас смотреть на поколение, на состояние поколения. Поднимайте больше учеников, это не такая простая посылка, это нечто новое, потому что в период второго храма, до разрушения второго храма, мы видим с вами спор Елеля и Шамая о том, кого можно учить торе. И Шамая придерживается мнения, что далеко не всех можно учить торе. Учить торе можно человека умного, умного, ну, понятно, мудрого, который понимает, о чем идет речь. Учить человека можно здорового и богатого. Буквально понимать здесь не так важно, но в любом случае Шамай заботится о том, что человек мог закончить учение, чтобы он не мог, не ушел с какими-то половинчатыми представлениями, не бросил учебу после трех классов из-за того, что у него материальное положение, из-за того, что ему здоровье не позволяет. Шамай очень боится того, чтобы у человека не были половинчатые знания. Не было половинчатые знания. И после разрушения второго храма мы с вами видим, что Рамбангом Лиэль далеко не всех пускал в Бейт-Медраж. Он требовал человека, чтобы у него внутреннее содержание было таким же, как внешнее. По крайней мере, искренности он требовал человека, а не всех пускал в Бейт-Медраж. А здесь посылка мудрецов после возвращения из Мавилона поднимайте. То есть научите хоть чему-то. Научите хоть чему-то, поднимите, дальше он пойдет сам как-нибудь, будет спотыкаться, ковылять, неважно. Сейчас самое главное научить человека чему-то, не задаваясь вопросом, что будет, если он выйдет некоторым таким недоучкой или что-то, будет распространять не совсем верное знание о Торе, дело это сейчас не имеет значения, не играет роли, поднимайте больше учеников. И создавайте ограду для Торы, для закона, а создавайте ограду для Торы, можно сказать, что это значит, что люди не понимают смысла закона, они не понимают и границ закона, они, например, не знают, что можно в субботу, а чего нельзя в субботу, почему и как, это некоторое новое состояние, такого раньше не было до разрушения храма, было совершенно другие знания, а теперь что делать с этими людьми, надо установить, не надо им объяснять все, есть смысл закона, есть смысл субботы, у нас не хватит на это времени, у нас не хватит на это сил, они не способны это понять, сделайте четкие правила, чтобы они могли соблюдать субботу, и они знали, что можно, а что нельзя, не вдаваясь подробностей, это касается и многих других законов, то есть сделайте четкие правила, не вдаваясь в смысл, не вдаваясь в смысл закона, из этого мы понимаем, что это далеко не идеал, это вынужденная ситуация, когда ты имеешь дело с населением, которое не обладает недостаточной грамотностью, недостаточным развитием, для того, чтобы понять смысл закона. Возьмем еще одну мешну с вами, а потом попробуем обсудить, если все понятно, то тоже хорошо. Шимон праведник, он последний из уже великого собрания. Шимон праведник, он первосвященник, царя нету, в отсутствии царя роль первосвященника колоссальная, когда мужи великого собрания отступают на задний план, их уже, может быть, нету в живых, может быть, это великое собрание, оно распадается, не донесут важно, Шимон от Садик занимает центральную роль, первосвященник, похож на на царя, отвечает за весь народ, стоит по главе народа, и он, он, Шимон праведник, если первая Мишна это период возвращения из Бавилона, то Шимон праведник это уже начало периода эллинизма, напомню, что где-то в 330 году до этой эры Александр Македонский ступил на землю Израиля, и Иуда, которая до сих пор была под властью Персии, она попадает постепенно под власть и под сильнейшее влияние эллинизма, но в эпоху Шимона праведника это только-только начинается, только зарождается, а может быть, если брать не только его, скажем, встречу с Александром Македонским Шимоном праведника, но и в дальнейшие годы он прожил довольно долго, Шимон праведник, можно вспомнить, что нет, пожалуй, уже при Антигнесе Ишсоха, я хотел говорить о переводе Туры на греческий язык, но мне кажется, что это это при Антигнесе Ишсоха, Шимон праведник, это больше период Александра Македонского перевода Туры, это при Птолемении Втором, 249 год до этой эры, Шимон Азадик уже нету в живых, но неважно. И вот Шимон Азадик считает, что нужно сказать вот что, на трех основаниях стоит мир, на Торе, на служении Богу и на милости, на оказании милости, на оказании милости, что что значит стоит мир, мы понимаем, что есть какие-то основные моменты, которые должны придерживаться сыновья Израиля, иначе все в мире распадется, развалится, самое главное упадет морально-морадственный уровень, без которого мир упадет на настолько, что мир просто развалится. Как это, на грани такого распада, самоучтожения, мир стоял не однажды на протяжении своей истории, и Шимон Азадик предупреждает, что на трех основаниях стоит мир, три вещи должны быть обязательны в мире, чтобы он мог продолжать существовать. Это Тора, это служение Всевышнему, здесь можно представить, это может быть и жертвоприношение в храме, а может быть соблюдение заповедей, или то и другое, служение Всевышнему, и на милости. И как бы не совсем понятно, почему он об этом говорит. И здесь, как я вас предупреждал, здесь самое главное то, чего он не сказал. Он не сказал о пророчестве. Величайшая трагедия времени Шимона Цадик, это то, что пророчество уходит из еврейского народа. Умирают последние пророки, это Элза и Нихемия, и с этого момента само в себе пророчество, как самое сильное выражение божественного присутствия, оставляет еврейский народ. Можно напомнить о том, что в трактате Йома на девятом листе на его первой стороне говорится, что это произошло из-за того, что самовья Израиля не захотели подняться всей стеной и вернуться из Вавилона. Если бы все вернулись стеной, то вернулось божественное присутствие. А так оно как бы походило и походило 40 лет и потом исчезло. Не совсем исчезло, остались его какие-то искорки небольшие, но сильнейшее проявление божественного присутствия, которым является пророчество, оно исчезло из-за того, что новья Израиля не вернулись в массовом порядке из Бабеля. И казалось бы, что еврейский народ не сможет существовать без пророчества. Не было такого периода, когда у нас не было пророков. Мы не представляем просто себе их роли и влияния всегда. Были такие цари Миноше, который хотел истребить пророчество как явление из иерейского народа. Он преследовал не только пророков, он запрещал, чтобы у не были дети и как бы гонялся за набороженными сыновьями пророков для того, чтобы их убить. И в это время был пророк. И во временах Миноше был пророк Сфания, который пророчествовал во времена Миноше всегда были пророки. И не все они упоминаются в пророческих книгах нашей истории, но было масса и масса пророков, которые имели влияние и на царей, и на людей. И вдруг пророчество пропадает. Это новый мир. Новый мир. Просто для евреев, для еврейского народа точно новый мир. И Шимон, кстати, говорит, что мир может устоять. Не развиваться, не продвигаться вперед, не прийти к своему исправлению, он может устоять на трех ногах. Это Тора, это заповеди, и это милость. И он имеет в виду, что мир может устоять без пророчества с трудом. Но может устоять. Это то, что нам говорит Шимон их истин, и тем более можно вспомнить о том, что раба Мюханан бен Закай потом скажет, что на Торе стоит мир, и будут, скажем, раби Уда Наси скажут, что одна из основ мира это мир, шалом, и у каждого свои основы. О чем же говорит Шимон Ацадий? О том, что на Торе стоит мир, мир без Тора не может жить, мы это и так знаем, что мир разрушится, если в нем не будет Торы. На соблюдение заповеди, Тора без соблюдения заповеди ничего не стоит. На милости, мы знаем, что мир создан ради милости, убери милость из мира, ничего не останется. Он говорит о том, что мир может устоять без пророчества. И еще раз повторюсь, что в противном случае это просто тривиальное высказывание, я бы сказал, избитые фразы, избитые истины, которые великий человек, великий мудрец не сказал. Он надеется на то, что мы прочитаем с вами между строк. Здесь я остановлюсь, хотя бы хотелось и продолжить. И у меня с вами вопрос, будем ли мы с вами продолжать, или нам этого примера из перки было достаточно, или мы можем посвятить еще одно занятие, два занятия, и дальше продвинуться дальше. И вопросы по сути, значит, если есть что-то спросить по нашему занятию, пожалуйста, я с вами. Будем считать, что все очень ясно. Пожалуйста, Женя, у вас микрофон открыт. Да, я хотела спросить. Ну, думаю, что, в принципе, я пришла с этим вопросом, вне зависимости от темы занятия, но даже можно, наверное, как-то связать. Я как-то тут вот сейчас обдумывала, и получается, что-то. В общем, не так давно у меня был такой диалог с одним близким мне человеком, евреем, но так получается, что в моем окружении среди родственников, знакомых, я вот недавно это осознала, нет ни одного верующего еврея. Вообще ни одного. И когда я немножко делилась, чем я занимаюсь, как я смотрю на какие-то вопросы, что я пытаюсь учиться, приблизиться и так далее, и так далее, и человек мне сказал следующее, говорит, это все, говорит, здорово, я, конечно, все это очень уважаю, я воспринимаю это вот так. Вот есть люди, которым вот такого психологического типа, которым нужно верить, а мне это не нужно. Мне психологически не нужно вот как-то ни на что опираться, ни на кого уповать, мне в принципе это все неинтересно. Я вот как-то пытался, думал, там, смотрел, это не мое, я психологически другой человек, мне это не надо. Я даже как-то не знаю, понятное дело, что здесь нет смысла дискутировать, невозможно человеку доказать, что ему это нужно или не нужно, если он уже, тем более, мягко выражаясь, сугубо взрослый человек, уже даже ближе во второй половине жизни с самым разным опытом, но просто мне интересно как-то, я даже не знаю, что себе на это что-ли ответить. Это все кажется настолько логично, действительно, ну вот есть разные типы людей, есть как бы люди, которым нужно вот психологически на что-то опереться, условно, кто-то верит, причем, ну, кто-то верит в коммунизм, кто-то верит в христианскую богу, кто-то верит в еврейскую богу, человеку нужно верить, а есть, которым это не нужно, они не верят, вот и все. Да, ну, вопрос, конечно, вопрос, конечно, трудный, да, не знаю, как на него тут ответить прямо и даже я не знаю, в чем вопрос, как бы, ну, это вопрос, как бы вопрос реакции, как бы, я не знаю, как вы думаете, что, как вы смотрите на такую точку зрения вообще относительно веры, религиозности и так далее. Я уверена, что вы это слышали тоже не один раз, это же как бы самое такое. Да, ну, понимаете, если, если, значит, морал говорит о том, что, как бы, да, он говорит о том, что человек развитый в духовном плане, связанный с мудростью Торы, да, это человек, у которого наибольший недостаток, да, в каком, в каком смысле, так что, можно представить себе, да, что человек, который живет в замкнутом мире, из которого он исключил многие-многие проблемы, да, естественно, он не чувствует, что ему что-то не хватает, он, он очень цельный, вот, но здесь есть, как бы, да, вот, такой парадоксальный момент, будучи, будучи цельным, совершенным, да, он, в каком-то смысле, он ущербный, потому что у него нету, нету определенной области, она для него закрыта полностью, да, вот, а человек, у которого, скажем, духовные проблемы, они открыты, то, скажем, его можно назвать человеком с большим недостатком, он понимает свой недостаток, он соотносится с бесконечностью, фактически, он понимает свой недостаток, вот, и, естественно, что он чему-то стремится, и это накладывает какой-то, определенный отпечаток на, на его характер, это, как бы, взгляд, на вече морала, я не знаю, помогает он нам здесь чем-нибудь, скорее всего, нет, но можно представить себе, что, скажем, да, действительно, это, действительно, это факт, которые люди, которые не ощущают, не ощущают своей ущербности, не дай Бог, там, скажем, у человека нет руки, так он чувствует эту ущербность, да, он будет помнить об этом, и он ограничен, человек, у которого не хватает, не хватает духовного мира, у которого узкие представления, он не чувствует, он не чувствует своей ущербности, он готов, он в своем замкнутом мирке, он действительно, он доволен, и ему ничего, его ничего не нужно, да, также можно представить себе, и, скажем, я думаю, что такой человек, он хотя в какой-то степени развит, можно представить себе совсем ограниченных людей, которые простыутся своими низменными ощущениями, чувствами, там, скажем, за самыми своими низменными инстинктами, они довольны, вот, и понятно, когда мы смотрим, скажем, на такого человека непонятно, хотим ли мы для себя такой жизни, хотим ли мы для себя такого покоя, удовлетворенности и такого совершенства, я про себя могу сказать, что точно нет, точно, без всяких сомнений, я не желаю для себя такой жизни, я лучше буду ущербным, пусть мне чего-то не хватает, постоянно, пусть меня что-то беспокоит, пусть я чувствую свой недостаток, да, гораздо лучше, чем быть таким человеком, человеком нампнутым, да, это, это ущербное состояние, да, которое, скажем, возникает из-за такого ограниченного понятия совершенства, мне не нужно, я, я обхожусь без этого, я совершен, какое-то совершенство, это ограниченность, да, ограниченность, и, как бы, теперь, если, если желание поделиться с таким человеком, своим внутренним миром, богатством, да, не знаю, иногда есть, да, иногда, иногда нет, да, потому что ты понимаешь, как бы, как говорить, не с кем, да, и, как говорил Раби Ишмаэль, есть заповедь сказать и заповедь промолчать, да, есть заповедь сказать и забыть промолчать, совершенно не обязательно, да, не обязательно человеку говорить то, что, то, что он не может, то, что он не может услышать, да, я могу задаться вопросом, а сможет ли он услышать, а как бы, а можно ли быть, можно ли быть, когда-нибудь, поговорить с ним. Здесь есть два пути. Один путь – это ждать просто. И как поются замечательные песни, ведь жизнь научит, ведь жизнь накажет. Это подождать, пока жизнь у него что-то раскроет тем или иным путем. Или второй путь – это молиться за него и просить за него, если человек это близкий, если ты видишь в нем потенциал большой, это молиться и просить. Но разговаривать с человеком, который самозаточен, мне кажется, совершенно бесполезно. Нужно сказать, что такая самодостаточность, она проявляется у людей не только в плане религии, она проявляется и в плане, скажем, научных представлений о мире. К сожалению, большинство людей оно не представляет себе мир. Ни мир научный, ни всю его красоту, мысли, ни развитие человеческой мысли на протяжении веков, ни красоту, скажем, современной физики. И они живут спокойно. они чувствуют своего ущерба. У них просто мир говорит, не нужно. А что тебе нужно? Поесть и поспать? Ну, что нужно сделать-то? Я такому человеку не завидую. Просто не завидую. Есть люди, которые не представляют себе мир искусства, есть люди тупые, их поэзия, и все это, все это есть, и все это существует. Во-первых, первый мой выжет, я понимаю, что он ущербен. Этот человек ущербен, его душа не развита. это самодостаточность и совершенство в ограниченном мире. Что за ним делать? Подождать. Подождать, молиться, но далеко не всегда можно разговаривать и что-то обсуждать. С таким человеком очень часто в учебном случае это кончается ничем. А тем более, если он, ему это неинтересно. Неинтересно, как бы тут ничего не поделаешь. Как мы помним с вами в пасхальной Агаде самый тяжелый тип ребенка это тот, кто не знает, не умеет спросить. В Антек-Песах подчеркивается вопрос, как мы с вами говорим. Если у человека есть вопросы, можно ответить. А нет вопроса. Он может попытаться пробудить этот вопрос. Не получается. но нам подождать. Не то, что можно сказать. Да, я бы только добавила здесь, что здесь как бы речь идет о людях как раз очень образованных, широкими интересами, много читающих и прочее, но вот это такое вот мое окружение. Типичное советское еврейство. Вот такое, ну типичное советское для меня, потому что это все люди, да, умные, образованные и прочее, прочее. Многие теперь уже живут в Израиле по 20 лет, но их совершенно это еще не касается. То есть, ну вот просто вам. ум очень относительный, ум очень относительный, ум очень обманчивый, я, естественно, знаком с такими людьми, да, очень ограниченный и в плане морально-разных представлений, хотя им кажется, что они люди очень моральные, понимаете, и тем людям, которые сидели на партийных собраниях и голосовали там, тоже казалось, что они очень люди моральные. И в плане представления о мире их знания очень ограничены, понимаете, вот, скажем, это только представление такое, что это люди люди развитые. Насколько я знаю, подавляющее большинство таких людей это люди не развитые, у которых морально властный класс не развит, и просто знания они очень развитые. Знаете, могут быть какие-то научные представления. у меня, например, я был знакомый у меня в Союзе, который был намного старше меня, и он говорил мне, почему ты вот так увлекаешься иудаизмом? Вот греческая философия, она гораздо более интереснее, увлекательнее, правильнее и так далее. Ну, что можно сказать такому человеку? Не представляет скажи ему, что Аристотель говорил, что, это если в моральном плане брать, что Аристотель говорил, что раб это говорящий инструмент, скажи ему, он знает это. И ему это неинтересно. Это называется знание, я не думаю, что это называется знание. Люди, люди, которые по-настоящему, скажем, соотносились с наукой, они поднимали морально-надственный план и план как бы Бога, они также поднимали также поднимали обязательно вопрос Бога, мы так представляем себе, что наука без этого не может, по крайней мере, без этого вопроса. Не может. Можно привести много примеров, но... Так что это весьма и весьма проблематична, насколько это люди развиты и так далее. Хорошо. Что еще хочется спросить? Да, пожалуйста. Я хотела вас спросить, как вы считаете вот из этих трех указаний, какое более актуально или они все актуальны для нашего времени? Понимаете, можно подойти по-разному. Если вы меня спрашиваете, да, Лично и вас. Да, если вы меня спрашиваете, я как бы не настаиваю, но для меня главное в этом как раз то, что не написано и то, что я пытался подчеркнуть, что нам не хватает пророчества, что пророчество является необходимой составляющей нашей жизни не только как указание свыше, что нам делать, там кто-то приходит, обращается к царю или главу правительства, а как мировосприятие, когда в мире есть пророки, то и все сыновья Израиля поднимаются на другой уровень ощущения мира, божественного присутствия. И можно представить себе очень легко, что пророчество оно связано с двумя вещами, с возвращением всех сыновей Израиля в землю Израиля, по вере того, как чем больше здесь народа, тем больше здесь духовности, независимо от того, хотят это часть людей или не хотят часть людей. А это как бы просто сыновья Израиля возвращается в землю Израиля, начинает возвращаться божественное присутствие, идут процессы, которые затрагивают весь мир, и один из этих процессов это возвращение пророчества. Пророчество есть целый ряд моментов, это мировосприятие, это чудеса, которые происходят вокруг нас, и которые мы, к сожалению, не воспринимаем. то есть для меня самое главное то, что Шимон Ацадик подчеркнул разницу между Галутом и периодом освобождения. Он сказал, что в Галуте можно выстоять, можно выстоять, удержаться на Тури, на служение Всевышнему и на милости. Какой из этих моментов главный? Мне кажется, что он как раз имел в виду, что осталось три ножки, а табурет на двух ножках не может стоять. Выброси любой из этих моментов, и у тебя ничего не получится. Оставь милость, выброси Тору, это не будет настоящей милость, это будет милость без понимания, которая никуда не приведет. Возьми только Тору и выброси милость, это тоже ничего не получится. возьми только заповеди, выброси Тору, выброси милость, что-то. Тоже ничего не получится. Это табурет, который может стоять только на трех ногах. Осталось три ноги. Раньше было четыре, было пророчество, которое давало свет всем этим качествам, всем этим делам Тори и милости и заповедям. Она давала свой свет. Сейчас пророчества нет, осталось три ноги как-нибудь выстанет. И в этом плане, мне кажется, как раз это момент очень важный в таком восприятии восприятия перки обыкновения. Это вспомнить о том, что нам очень многого не хватает, а не удовлетворяться тем состоянием, которое у нас есть в Галуте. Это то, что я могу сказать. Спасибо вам огромное. Вам спасибо за внимание, за терпение, за старание, за стремление понять. Мы давайте продолжим и дальше на зиму подсоем. Если вам интересно в таком плане, в другом плане я просто не могу. У меня не работают шестеренки, которые внутри, они не срабатывают на вот такое традиционное восприятие текста или даже я не знаю традиционное, просто ограниченное восприятие текста, повторять прописные истины, дальше мы с вами встретимся, говорить о том, что не нужно умножать разговоры женщины и воспринимать это по простому, у меня это не работает. Если вы готовы к такому плане, пожалуйста, я готов попробовать тем дальше продвинуться с вами и посмотреть историю еврейскую и так далее. Можем еще несколько занять попробовать. Хорошо. Обязательно давайте продолжим, это просто шикарная возможность. Ладно. Кстати, в чате тоже пишут, что надо продолжить. Ну, хорошо, я готов, готов, готов. Хорошо, ладно, получил с вами большое удовольствие, не знаю, как вы, я точно, вот, и жду уже следующей встречи. Хорошо, ладно. Дарья, вам можно спросить, куда можно задать вопрос, просто есть несколько строчек в шма перед сном, которые я категорически не понимаю, вообще, я не понимаю, о чем идет речь, и я не нашла комментарии, и я каждый вечер это повторяю, каждый вечер думаю, боже мой, о чем же здесь говорят, какие 60 рыцарей около Соломона ложи, и вот эти все вещи, и куда, где это можно спросить, я понимаю, что это не относится к нашим занятиям. Я могу попробовать все вопросы, все вопросы, они относятся к нашим занятиям, все, я готов, да, к сожалению, смотрите, из-за отсутствия активности просто упала, как бы, упала наша эта система в сайте, который на танцовом с таким большим трудом, то есть, когда даются вопросы, есть какие-то ответы, поскольку ответы перестали поступать, я вообще не даю вопросов. Давайте, значит, есть два пути, есть, можно писать не на почту, на личную, это несколько хуже, потому что так не могут другие видеть эти ответы, да, вот, я думаю, что вот Ната нам здесь может помочь, скажем, можно возобновить, можно возобновить наш диалог на сайте, который был, да, да, можно, да, то есть, не прекращался, те, кто хотят, пожалуйста, оставляйте там комментарии, Раф Зеев отвечает. Можно, можно, то есть, любой человек может зайти в любое время оставить вопросы просто, независимо даже от занятий, не от занятий, давайте так, я со своей стороны собираюсь оставить вопросы к занятиям, несложные, как бы, просто для такого общения, а вы, пожалуйста, безотносительно к занятиям, и безотносительно к занятиям любые вопросы принимаются через сайт, хорошо. Это вот тот сайт, который конкретно курсу посвящен? Это сайт, который называется lelmod.ru, очень просто. Хорошо? Там какой-то отдельный раздел для чата, ну, я, конечно, посмотрю. Нет, это сайт, который посвящен вообще-то этой программе, там есть все записи этого курса, исключение... Я была там и смотрю, там будут записи, или нет? Нету отдельного чата, можно писать комментарии любому месту. Можно создать отдельную статью, я не знаю, но как народ скажет, они не появляются автоматически, потому что мне приходится их одобрять, то есть не приходится, а надо одобрять, потому что иначе всякий спам появляется, но это я обычно делаю как бы быстро. Но есть и чат в Телеграме по курсу РАЗИО. И чат в Телеграме. Тоже можно? Чат в Телеграме я готов, но мой опыт показывает, что это от меня требует всего рабочего времени. Равзеев, когда я вам присылаю вопрос, Равзеев, когда я вам присылаю, я потом там публикую. Это удобно, да, потому что вы выбираете, и я стараюсь, как вы видите, я стараюсь сразу же отвечать. Вот, а просто находиться в чате, в переписке, которая, к сожалению, никому-нибудь сказывал упрек, просто не имеет смысла, мне очень тяжело. Это все время уходит на это. Понимаете, если есть конкретный вопрос, очень с большим удовольствием даю подробный ответ. Хорошо. Ну, хорошо, давайте будем делать так, нет проблем. Хорошо. Договорились. Хорошо. Ладно. Значит, надеюсь, до встречи через неделю. Жду ваших вопросов, постараюсь выставить свои.